Даня Питаются эти экспонаты, как в лучших домах Лондона и Парижа. Открылся настоящий ресторан. Главное блюдо на столе – апельсины. На десерт вода с медом, а по утрам бабочки принимают тропический душ. Выращиваются экземпляры в специальных условиях. Для них здесь создали почти настоящий роддом. Куколки прикрепляются к прутикам и появляются на свет прямо на наших глазах. Кстати, весь процесс занимает около 10 секунд. До 20 видов бабочек нам сюда привезли, поэтому можно их здесь разных увидеть. У нас и ночные бабочки представлены, и дневные. Некоторые из них хищники сами. Некоторые ядовитые. Вот они с яркой окраской. Это ядовитые бабочки. Они специально такая окраска, чтобы их не съели. Размер крылатых тоже имеет значение. На выставке есть малыши, есть экземпляры побольше, с разной расцветкой, размахом крыла и названиями. Видите, вот эти крылья, они украшены. Из этих крылья они летают. Им сначала надо очень много есть, потом они в куколки превращаются, потом у них кокоть высовывается, и потом паутинка образовывается. Кто-то плет паутинку, кто-то нет. Посетителей выставки предупреждают. Пестрокрылые красотки охотно идут на контакт. Их привлекают яркие цвета и резкие запахи. Поэтому, чтобы не испытывать дискомфорт во время просмотра, рекомендуется приходить в спокойной одежде и не пользоваться парфюмом. Ну а выставка будет работать ровно месяц. За это время в музей постоянно будут привозить новые коконы, из которых через некоторое время и появятся заморские путешественницы. Ксения Казакова, Александр Попов, телеканал Реутов.